Окончив в свое время Витебское высшее профессиональное училище народных ремесел, по специализации художник-мастер резьбы по дереву Алексей Николаевич долго искал себя в жизни. Работал в хозгруппе отдела культуры, центре детского творчества, доме ремесел. И все же, как родилась идея по созданию мини-мастерской в домашних условиях? Везде деятельность была связана с моей профессией. И как бы не получал удовлетворения от работы. Хотелось что-то другое, хотелось больше зарабатывать, хотелось лучше жить. Одному предпринимателю понадобилась мебель, торговое оборудование. Ну, он ко мне обратился, смогу ли я сделать. Помог найти, откуда что привезти, предоставил свои ресурсы. Ну, и с тех пор занимаюсь мебелью. Потихоньку люди обо мне узнавали, заказы поступали, занимаюсь. Занимаюсь, покупал оборудование. Сейчас начало свое производство тогда. Более 10 лет занимаюсь предпринимательской деятельностью. Сначала жена немного мне помогала, ездила со мной на заказы, подавала инструменты. Немного появилось финансовые возможности, решили открыть свой павильон, в котором сейчас супруга работает продавцом. Продаем мебельную фурнитуру людям, потому что мебель все-таки ломается. Нужно ремонтировать, а в нашем районе негде купить было это все. Поэтому пришли к выводу, что нужно построить, открыть магазин. В павильоне без труда можно найти ручки, завесы, шурупы, поддоны для сушильных шкафов, полочки, кромки для мебели, плинтусы, лампочки, инструмент и многое другое. И сделать заказ на изготовление корпусной мебели. Сейчас работаю один. Завелся необходимым оборудованием. Все работы уже можно сделать на станке. За мной только сборка мебели. В работе использую различные материалы. Ламинированный для СП, обычный недорогой материал для изготовления корпуса мебели. И для фасада можно использовать пленочные фасады, вот такие. Пластик есть, стекло. Запустим пластиковые фасады, вот такого типа, в алюминиевой рамке, максимально опрещенные от воздействия. Дешевые фасады, из обычного ЛДСП, оклеенная кромкой ПВХ, со всех сторон, тоже хорошо пользуется спросом у нашего населения. Также обычный пластик, тоже оклеенный в тонкое ПВХ, красивый, на сегодняшний день самый популярный на рынке. Каждый индивидуальный проект – это частичка самого Алексея. Ведь в работу он вкладывает всю свою душу. Все, что мастерил, мастерил на совесть. Изготовленную мебель устанавливает сам, а это немаловажно для клиентов. У предпринимателя имеется декларация о соответствии Евразийского экономического союза. Своеобразный сертификат качества на изготавливаемую мебель. В работе использует бельгийское и итальянское оборудование. Изначально специализировался лишь на кухнях. Теперь же делает шкафы-купе, гостиные, прихожие, торговое оборудование, компьютерное столы и спальни. Замечу, что у Алексея вся корпусная мебель в доме собственного производства. Это экономично, красиво и удобно. О возможности выбора материала и цветовой гаммы говорить не приходится. Сегодня уже, наверное, и не сосчитает, сколько мебели изготовил. Но все свои заказы хорошо помнит. Часто люди, заказывая мебель, просят о чем-то достаточно сложном в исполнении. Но это является своеобразным стимулом для саморазвития и самосовершенствования. С гордостью говорит, что сын пошел по его стопам. Поступил учиться на ту же специальность. И в будущем у него появится квалифицированный помощник. И дочь с удовольствием проводит время с отцом в мастерской. Ей это тоже нравится. Изготовление мебели – это не только материальный достаток, но и своего рода увлечение для всей семьи. Совсем недавно мастер стал изготавливать изделия из закаленного стекла. Журнальные столы, полочки, зеркала от пола до потолка, витрины. Любое пожелание клиента для предпринимателя, руководство к действию. Алексей в своем деле постоянно совершенствуется. В будущем планирует изготавливать мебель и выставлять на продажу. За время работы ни разу не прибегал к рекламе. Но люди находили и находят его. Сработал принцип, один другому сказал. Чему он и рад. Пожелаем Алексею успеха в его мебельном деле. Кстати, мебель можно заказать по номеру телефона, который вы видите на экране.